здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о подготовке почвы для рассады пока земля еще не замерзла и пока еще не выпал снег самое время в тех регионах пока это еще возможно подумать о хорошей и качественной рассаде а ведь февраль время когда начинаются наши рассадные хлопоты совсем не за горами сегодня я расскажу вам о трех удивительных деревьях которые как ни странно помогут нам выращивание рассады особенно сильно меня впечатли то о котором я расскажу почти самом конце первое дерево о котором я вам хочу сказать это лещина обыкновенная сорта лещины называются фундуком однако для наших целей не имеет значения будем мы брать лещину или мы будем брать фундук нам необходимо взять на одно ведро рассады две три вот такие вот небольшие саперные лопатки земли из под кроны возле корней дерева лещины для чего это нужно дело в том что лещина обладает удивительным свойством среди многих листных деревьев формировать прекрасную дружественную многим огородным растениям микоризу микориза очень сильно помогает огородным растениям в добыче необходимых минеральных веществ для питания в первую очередь фосфора набрав такой земли и обогатив им состав для выращивания рассады мы поможем нашим огородным растениям сформировать микоризу второе замечательное растение дерево из под которого нам очень хорошо набрать небольшое количество земли это ольха ольха обладает удивительным свойством которое имеется еще у различных бобовых растений это к симбиотической азотфиксации несмотря на то что сама по себе ольха не является бобовым растением своими корневыми выделениями она привлекает большое количество азотфиксирующих бактерий при этом эти азотфиксирующие бактерии относится к совершенно другим бактериям нежели те которые являются свободно живущими азотфиксаторами типа азота бактера или строго симбиотическими азотфиксаторами какими являются азотфиксирующие бактерии клубеньков бобовых растений вот клубеньки бобовых растений а также земля из-под бобовых растений в качестве источника азотфиксирующих бактерий для нас абсолютно бесполезны Только она в том случае может быть полезной, если мы выращиваем бобовые растения. Да и то клубеньки, клубеньковые вот эти бактерии очень специфичны разным видам бобовых растений. Поэтому набрав, например, землю из-под гороха, мы совершенно ничем не поможем фасоли. Или набрав из-под акации землю, мы совершенно не поможем гороху. Потому что бактерии у них разные. А вот бактерии, которые живут в дружбе с корнями ольхи, они как раз являются очень дружественными многим растениям. Они относятся к актиномицетам, это распространенные почвенные бактерии. И они хорошо приживаются в почве, хорошо там размножаются, но только при условии достаточного органического питания. В качестве хорошего питания для этих азотфиксирующих бактерий будут безазотные такие углеводные подкормки. Например, как сахарная или крахмальная, о которых мы, конечно, будем говорить поближе к сезону выращивания рассады. Ну и многие другие. Как бы там ни было, сейчас нам очень важно набрать 2-3 вот такие небольшие лопатки земли из-под корней любого растения ольхи. Набрать и положить к себе ведерко, где мы будем готовить смесь для выращивания рассады. Идемте дальше. Третьим, и пожалуй для меня самым удивительным помощником в деле выращивания рассады является осина. Осина или тополь дрожащий вы всегда узнаете по серому цвету коры и по характерным по форме листикам вот таким округлым с зубцами по краю. Ну, собственно говоря, кто же не знает осину. Для того, чтобы использовать осину для рассады, нам понадобится не столько листовой опад и перепревшая листовая земля из-под корней осины, хотя и они очень хороши как для укрытия наших грядок, так и для закладки в лунки для выращивания растений. Но нам больше понадобятся молодые веточки. Молодые веточки, вот примерно вот такой вот пучок на одно ведро земли для рассады, необходимо мелко покрошить, мелко порезать. Чем мельче, тем лучше порезать в наше ведро, наполнить его и как следует перемешать. Таким образом мы получим очень-очень хороший состав. Чем нам цена именно осина в этом составе? Дело в том, что кора осины и особенно кора молодых веточек и луб содержат значительное количество веществ, которые, во-первых, борются с корневыми гнилями многих огородных растений, и второе, они способны противостоять даже круглым червям, при этом оставаясь совершенно безопасными для дождевых червей, которые являются кольчатыми. Таким образом, добавление осиновых веточек, измельченных осиновых веточек в состав для выращивания рассады, позволит нам защитить наше растение от атаки нематоды. Если вы соедините вот эти три компонента, земля из-под ольхи, с целью обогащения нашего земляного состава азотфиксирующими бактериями, также листовой земли, такого перепревшего листового опада из-под лещины, с целью обогащения нашей земли микоризными грибами, они вот там внизу селятся, ближе к корням, и кусочками веточек осины, мелко нарезанными, вы получите самый-самый лучший живой грунт для выращивания рассады. Причем это еще не сам грунт, а только заправка для грунта, которая по своим свойствам переплюнет любые сияния, любые байкалы и любые почвоулучшители, которые вам предлагают производители в магазине. Как видите, совершенно бесплатно. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, а в следующих наших выпусках давайте познакомимся с тем, как правильно сделать состав для выращивания рассады, как и где его хранить. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши уведомления. Всего хорошего!